Сказка-ложь – давний намек. Участники отряда юных инспекторов и по совместительству актеры театральной студии «Отражение» Наринмарского дома детского творчества представили мини-спектакль о правилах дорожного движения «Катя в светофории». Зрителями стали маленькие пациенты детского отделения окружной больницы. Учить что-то новое детям всегда легче в игровой форме. Юные артисты предложили запомнить правила дорожного движения вместе с героиней постановки «Катей» в виде песенки. По сценарию Катя не соблюдала правила и попала в сказочную страну «Светофорию». В этом году отряд юных инспекторов и театральную студию решили объединить. Основная тематика коллектива – правила дорожного движения. Мини-спектакль был поставлен специально, чтобы научить детей, как вести себя на дороге. Несмотря на возраст артистов, здесь всё по-взрослому – костюмы, грим, декорации и репетиции. Мини-спектакль также будет представлен в детских садах города и коррекционной школе. Выступление приурочено к широкомасштабной социальной кампании «Прогноз безопасности». Её проводит Госавтоинспекция России совместно с Российским союзом автостраховщиков. Привлечь внимание населения, участников дорожного движения, так сказать, к данной проблеме, чтобы водители, например, снизрали скорость, соблюдали безопасную дистанцию, были внимательны на дороге, чтобы избежать несчастных случаев. То же самое относится и к пешеходам. По статистике Всероссийского центра исследования общественного мнения, около 80% пешеходов в условиях тумана ведут себя как при ясной погоде. Повышенную внимательность и осторожность проявляет только 9% опрошенных. А к использованию светоотражающих элементов прибегают менее 5% россиян. Чтобы ненецкие дети были защищены на дороге, после представления всем зрителям вручили светоотражающие фликеры.